Александр Князьков в этом году выбрал необычный формат подведения итогов года. За одним столом глава правительства области собрал главных редакторов ведущих региональных СМИ. И никакой вступительной части, вопросы с места в карьер. Первая же тема гремела в уходящем 2014-м. Вокруг возведения дешевого жилья в Чинцах было сломано немало копий. Проект по-прежнему реален, рассказал сегодня Александр Князьков. Более того, из изначальных семи пилотных проектов Ярославский остался единственным в стране. У застройщика уже есть проект, в первую очередь прошедший госэкспертизу. Есть понимание о выходе на объект. В его планах это первые 18 тысяч в 2015 году. Но для этого необходимо решить ряд вопросов, связанных с подключением. Если у нас нет проблемы с МРСК, то у нас большие проблемы с ТГК и большие проблемы с водоканалом. И все же до мая эти проблемы могут быть решены. А значит город получит дешевое жилье, предназначенное для переселенцев из нынешнего аварийного. Следующая тема, что называется «За окном» – уборка дорог от снега. Хорошая новость – областные дороги будет убирать объединенный ГУП Ярдор-Мост. Компания Ярославских дорожников выиграла конкурс и контракт на уборку уже подписан. Сумма значительная – 2,8 миллиарда рублей. Срок тоже два года. Сейчас с 1 января уже мы заступаем на все областные районы. И практически больше 70 процентов, если предыдущие у нас было разыграно где-то чуть больше 40 процентов, сейчас мы берем больше 70 областных дорог и начинаем на них соответствующим образом работать. Сложнее ситуация в Ярославле. Здесь Родострой, выигравший контракт на уборку, от него в итоге отказался. И теперь, скорее всего, компания попадет в реестр недобросовестных поставщиков. У второго участника конкурса есть время до субботы. Если откажется и он, то будет новый конкурс. Но в ближайшие месяцы областная власть не намерена выпускать ситуацию из-под контроля. Вплоть до режима чрезвычайной ситуации в Ярославле. Но это крайний случай. Если понадобится, в город приедут мобильные бригады из других районов области. На всякий случай, мы бригаду сформировали сейчас из 10 КДМок. Перебросим ее с северных районов. Если припрет с 1 января, то ситуацию все равно будем держать. Затронули журналисты и тему Дорожного фонда. В новом году будет проведена реконструкция дорог Ярославль-Углич, Пашихони-Данилов, Углич-Ростов. Это первый этап реализации дорожной стратегии региона. Сложнее ситуация с авиасообщением. В аэропорту Туношно меняется генеральный директор. По директору Туношной там есть конкретные претензии. И проверяла его наша ревизионная группа, которая при департаменте финансов. Там есть нарушения. Поэтому дальше уже разбираться правоохранительным органом в этом вопросе. Сейчас подбирается кандидатура другого руководителя. В плане развития Туношной есть надежда на Министерство обороны и размещение поблизости от аэропорта полка ВДВ. Не могли не затронуть журналисты и острую тему роста цен, а также ситуации на фондовом рынке. Спекуляции здесь областная власть намерена не допустить в любом случае. Кроме того, в бюджете области заложена социальная поддержка малоимущих слоев населения. На меры соцподдержки у нас в бюджете больше 7 миллиардов заложено. Этот вопрос такой живой. То есть мы всегда можем при проведении заседания областной думы где-то сделать корректировку, если это будет необходимо именно по этим мерам. Я думаю, что пока их достаточно. Пока мы не прогнозируем такого большого уровня безработицы, он у нас там где-то полтора процента, не более. Новогоднее поздравление от председателя правительства также получилось неожиданным. Я хочу, чтобы никто из вас не терял оптимизма в новом году. У нас будет много хорошего и много плохого, о чем вы обязательно напишите. И я всегда радуюсь, когда читаю, что вы что-то вот опять накопали. Вы не даете нам расслабляться, если честно, чиновникам. Поэтому больших вам успехов и хорошего Нового года. Светлана Доброхотова, Владимир Чернов. День в событиях.